Резиновые сапоги, тёплая одежда. Отправляемся по Самарке ловить браконьеров. Летают цапли и комары. На первых нарушителей наткнулись через полчаса. Погоня длилась недолго. Через пять минут браконьеров обнаружили в прибрежных кустах. Пристанище на берегу оборудовано с удобством. Термосы с чаем, костёр, без него комары загрызут. Закинув сети, здесь нарушители ждали улова. Браконьеры сильно рискуют. В этот период в сети может попасть не только рыба, но и бобры. Тогда штраф будет в десятки раз больше. Большинство рыболовов об этом не задумываются. Говорят, кушать очень хочется. Знакомых бы полно, то одному дай рыбу, второму дай. Не обогатишься здесь, да, сын? А чем ты обогатишься? А ну что ты думаешь, бывает, вот даже, например, вот хоть там летом ты ставишь, вот сети даже, вот чью-сюречку ты вот так ставишь. Бывает вообще ни одной рыбки, одна грязь. Пока оформляли протокол, сотрудники рыбинспекции поймали ещё одного любителя незаконной ловли. Лов браконьерский. И вот как раз по дороге попался гражданин Артёменко. Незаконный лов сетями. Наказание будет 500 рублей за рыбу и 2000 травм. Небольшое пояснение. 500 рублей будет стоить каждая рыбка. Дешевле купить. Большинство браконьеров – безработные местные жители. Говорят, что ловят рыбу для себя или меняют на другие продукты. В рыбнадзоре подсчитали, что в период нереста браконьеры выполняют годовую норму вылова. Алексей Захаров, Алексей Золотенков, ГИС События.